В ночь на 15 ноября 1988 года погода на космодроме Байконур резко ухудшилась. Мощный циклон со стороны Азовского моря нес низкую облачность, дождь, резкое понижение температуры до минусовых значений. Ракета энергия начала покрываться слоем льда. Руководители старта запрашивали метеосводку каждые полчаса, втайне надеясь, что циклон пройдет мимо. Но ветер продолжал усиливаться. Метеорологи прогнозировали порывы до 20 метров в секунду. За считанные минуты до команды пуск начальник метеослужбы космодрома принес в бункер управление штормовое предупреждение и потребовал его подписать. Командир стартового расчета подписал бумагу. Он сознательно шел на большой риск. Потому что я понимал, что если мы не пустимся сейчас, то мы не пустимся никогда. Стараясь выглядеть спокойным, генерал будничным голосом произнес в микрофон. 106-й. Команда пуск. Циклопическая транспортная система энергии «Буран» оторвалась от земли ровно в 6 утра по московскому времени. Впереди было 3 часа томительного ожидания посадки «Бурана». Октябрь 1986 года. Рик Явик. На встрече генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана обсуждается вопрос о сокращении стратегических ядерных вооружений. Инициатором выступает Горбачев. Он предлагает каждой стороне оставить только 100 ракет и призывает Рейгана закрыть американскую программу у «Звездных войн». В качестве первого шага советский лидер обещает не выводить на орбиту космические аппараты военного назначения. Американцы предложение Горбачева не приняли, но слово было произнесено. И все причастные к созданию многоразовой космической системы «Энергия Буран» поняли. Проект обречен. Гонка вооружений между Советским Союзом и Соединенными Штатами началась сразу после окончания Второй мировой войны. Вдоль границ СССР построена сеть аэродромов, откуда американские самолеты могут быстро доставить ядерные боезаряды к любому жизненно важному объекту на территории страны. Сама Америка надежно спрятана за океанами. Даже долетев туда, советские стратегические бомбардировщики вряд ли смогут преодолеть систему противовоздушной обороны, возведенную на всех потенциально опасных направлениях. Военные делают ставку на ракеты. Ракетчики решали совершенно практическую задачу – доставить боеголовку из одной точки повреждения на другую. Причем к этому моменту, когда они начали это решать, это конец 40-х годов, авиация уже освоила межконтинентальные дальности. Но ракеты на тот момент были неуязвимы. Поэтому они получили развитие. Но военные тогда еще не знали, какому типу межконтинентальных носителей ядерного заряда отдать предпочтение – крылатым ракетам или баллистическим. Решили развивать оба направления, поручив разработку разным ведомствам. Было выпущено специальное постановление правительства, которым разработка крылатых ракет поручалась не Министерству вооружения, в которое мы входили, а Министерству авиационной промышленности. Этим занимался и КБ авиационного главного конструктора Лавочкина, и Мясищева. Они разрабатывали каждый свой вариант дальней крылатой ракеты. Одна из них, последняя, по-моему, даже называлась «Буран». Создание крылатой ракеты «Буран» авиаконструктора Владимира Мясищева распоряжением руководства было остановлено на стадии чертежей. Его коллега Семен Лавочкин продвинулся значительно дальше. Разработанная им крылатая ракета «Буря» на испытаниях пролетала около 6,5 тысяч километров. Для нанесения удара возмездия по Америке этого не хватало. К тому же крылатые ракеты, как выяснилось, были уязвимы для системы противовоздушной обороны. Королёв не взялся за программу разработки крылатых ракет, потому что понял, что сейчас основная задача наша – это баллистические ракеты дальнего действия, баллистические ракеты. Кроватые ракеты требуют очень больших сил, большого внимания, отдельной разработки. Королёв выиграл первый раунд у конкурентов из Министерства авиационной промышленности. Его баллистическая ракета «Р-7» могла доставить ядерный заряд на 8 с лишним тысяч километров и беспрепятственно преодолеть систему ПВО. Военные ракету приняли и поставили на боевое дежурство. Стартовые комплексы разместили в Архангельской тайге и на Байконуре. Благодарность за проделанную работу тогдашний лидер СССР Никита Хрущёв позволил Королёву использовать одну из серийных ракет для запуска первого искусственного спутника Земли. Но когда ему донесли, что каждый старт «семёрки» стоит полмиллиарда рублей, он вызвал к себе Сергея Королёва и главного ракетного двигателиста Валентина Глушко и потребовал удешевить старт. Глушко предложил вместо дорогого жидкого кислорода и керосина использовать ядовитую азотную кислоту. Королёв, уже мечтавший о запуске в космос человека, воспротивился, но Глушко продолжал настаивать. Он ревновал к славе Королёва. Главные конструкторы поссорились и до самой смерти Королёва в 1966 году даже не здоровались при встрече. Конфликт двух метров отечественной космонавтики привёл к тому, что лунная ракета Н-1 так и не вышла на орбиту. В Советском Союзе, кроме Глушко, никто не умел делать мощные и надёжные двигатели. И лунную программу закрыли. Академика Василия Мишина после смерти Королёва, назначенного на пост главного конструктора, вскоре отправляют в отставку. Место в королёвском кабинете занимает Валентин Глушко. Такой вот поворот судьбы. Это вообще очень интересный момент, как он пришёл и сел вместо Королёва. Казалось бы, уже состоявшийся ракетчик, академик, дважды герой социалистического труда. Но тем не менее, Валентин Петрович был очень честолюбивый человек, и он решил пойти дальше Королёва, потому что все мечтали о Луне. Пионеры космоса были романтиками, и святы верили в пророчество Циолковского, что человечество не останется вечно на Земле, а завоюет себе всё околосолнечное пространство. Но заказчика номер один, так называли военных, не интересовали другие небесные тела. У них были другие заботы. В начале 1975 года на стол министра обороны Дмитрия Устинова легли сверхсекретные документы, добытые в США офицерами Главного разведывательного управления. Даже при первом прочтении материалов было понятно, что Вашингтон приступил к разработке новейшего супероружия, многоразовой космической системы Space Shuttle. Однако в открытой печати американцы утверждали, что космический челнок им нужен для снижения стоимости выводимого на орбиту груза. И говорят, что мы туда будем летать раз в неделю. Понимаете, а цели и нагрузок нет. И сразу возникает опасение, что они создают корабль под какие-то будущие задачи, про которые мы не знаем. Возможно применение военной? Безусловно. В руководстве страны до конца не понимали, в чём заключается угроза. Но решение было принято однозначное. Готовить симметричный ответ. Сделаем, потом разберёмся. В том, что опасения были не совсем беспочвенными, выяснилось в одном из первых полётов американского космического челнока. И вот они это предемонстрировали на том, что над Кремлём они прошлись, на шаттле. Это был такой всплеск наших военных, политиков. И так было принято решение одновременной отработки методики перехвата космических целей, высоких. С помощью самолётов. Шаттл нырнул над Москвой на высоту 80 километров. Этого было достаточно для прицельного сброса атомной бомбы. Кто владеет космосом, тот владеет и миром. Вот этот лозунг появился. И если оружие, размещенное здесь, на орбитах искусственного спутника Земли, оно может поражать любую цель, правильно, на Земле, мы её не достанем средствами ПВО, они не достигают этих высот. Разработку советской многоразовой системы поручили бывшему Королёвскому КБ, которое было переименовано в Научно-производственное объединение энергии. Но вновь назначенный туда генеральным конструктором Валентин Глушко отнюдь не горел желанием браться за дело, которое считал бесперспективным. Его мечтой было строительство обитаемой базы на Луне. Как потом выяснилось, академик был прав. Напрямую приказать строптивому академику делать многоразовую космическую систему никто не мог. Но давление на него началось со всех сторон. Для начала Глушко не включили в число кандидатов на 25-й съезд КПСС. Втайне от него в недрах конструкторского бюро образовали отдел, который занимался сбором и обработкой информации по американскому космическому челноку. Подпольно мы начали разрабатывать и свою версию этого устройства, этого корабля и этой ракеты. И выпустили так называемую техническую справку, которая, по сути дела, была основными положениями по проектированию нашего советского «Бурана» и нашей советской ракеты и всего комплекса энергии «Бурана». Но чтобы двигаться дальше, необходимо было получить одобрение генерального конструктора. Без его подписи финансировать проект бухгалтерия отказывалась. Безусловно, Глушко знал, какие интриги плетет вокруг него министр обороны маршал Устинов. Но до поры делал вид, что ничего не замечает. 9 января я к нему, значит, вхожу. Что у вас за вопрос? Да вот мы тут посмотрели, значит, как. В этой справке действительно и американская была система, вся расписана, как что и наша. Да вы что, хотите, чтобы я утвердил ее? Да, хочу. Ну а почему вы это самое вот сегодня именно пришли ко мне? Мы сегодня же 9 января, говорю, кровавое воскресенье. Вы можете со мной сделать все, что угодно. Но он рассмеялся. Мудрый академик Глушко уже понял, что его вынудят заниматься крылатым кораблем. И подписал проект. Произошло это 9 января 1976 года. Устинову об этом сообщили быстрее, чем высохли чернила на бумаге. Устинов позвонил и сказал ему, что спасибо, ты нам такое дело позволил начать. И Глушко, очевидно, тогда понял, что на самом деле Луны не будет, потому что Буран настолько масштабная программа, что тянуть две программы, причем на одну из них военные имеют жесткий интерес, будет невозможно. Ну, в общем-то, что и получилось. То есть Луна постепенно была вымыта из планов, а Буран был создан и полетел. Официальным днем рождения Бурана можно считать 27 января 1976 года. В этот день вышло секретное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР. Работа предстояла настолько масштабная, что ее поручили сразу двум министерствам. Общего машиностроения, ракета и авиационной промышленности. Орбитальный самолет. Самолет поручили делать вновь созданному научно-производственному объединению «Молния». Его возглавил Глеб Лозина-Лозинский. Местом базирования «Молнии» выбрали московский район Тушино, прямо на берегу Москвы-реки. Готовые Бураны. Иначе, как по воде, из цеха вывезти на аэродром было нельзя. Авиаторы уже имели большой задел по крылатому кораблю. С начала 60-х годов в конструкторском бюро Артема Микояна велись поисковые исследования в области противоракетной обороны. Основой этой системы должен был стать самолет-перехватчик МиГ-25 с подвесной ракетой класса «Воздух-космос». Тогда-то и родилась идея вместо ракеты устанавливать на самолете-носителе одноместный космический корабль, снабженный собственным двигателем. Проект получил название «Спираль». Цель были, видимо, больше военные. Как самолет-разведчик, как самолет, который может контролировать спутники другие, подходить к ним и контролировать их назначение и состояние. Инспекция так называемая. Вот с этой целью, видимо, делается. Но главное, это, конечно, прорыв в космос такой, прорыв самолетный. Потому что до сих пор летали только ракеты. Разработку этой темы взяли первые советские космонавты в качестве дипломного проекта и защитились на отлично. А космонавт-2, Герман Титов, даже прошел специальную подготовку, чтобы летать на нем в космос и маневрировать на орбите. Подойти, внимательно рассмотреть, кстати, вплоть до того, что там, может быть, взять какие-то образцы и при признании аппарата враждебным или опасным уничтожить. Пилотируемый запуск спирали в космос планировался на вторую половину 70-х. После чего советская космонавтика плавно бы перешла от одноразовых союзов к многоразовым орбитальным аппаратам. Было доложено маршалу Гречко, который был тогда министром обороны. Он проект не подписал. Вернее, подписал, отрицая. Сказал, Микояну надо делать самолеты, нечего заниматься фантастикой. И проект на этом остановился формально. То есть с точки зрения того, что правительство денег не выделяло. Но работы некоторые продолжались. И продвинулись достаточно далеко. Был построен самолет-аналог, который в документах проходил под кодовым индексом изделия 105. Было у этого корабля и более поэтичное название – Эпос. Хотя это всего лишь аббревиатура. От экспериментального, пилотируемого орбитального самолета. Создатели между собой по-свойски называли корабль «Лапоть» за своеобразную аэродинамическую форму. Он действительно похож на «Лапоть». Широкий нос – этот летательный аппарат с несущим корпусом называется. Аппарат такого типа, когда часть подъемной силы, причем большая часть подъемной силы, создается не крыльем, а фюзеляжем. Лозин и Лозинский предложил взять за основу свой давний проект «Спираль». Однако идея была отвергнута с довольно странной формулировкой. Это совсем не то, что делают американцы. Да, не то соглашались на фирме. Но наш вариант более перспективен. В ответ убийственный довод. Выходит, американцы – дураки? Но ведь их «Шаттл» уже летает. «Шаттл» действительно уже летал. И «Спираль» отвергли. Проект «Спирали» был баломощным, я бы сказал так. Если говорить о серьезных делах в космосе, скажем, о таких видах вооружения, как ядерное вооружение, как пучковое оружие, как лазерное оружие, они требовали больших масс в космосе. И так «Спираль» отвергли. Победило желание быстрее получить конечный результат. Пусть даже не очень оригинальный. Спор был только одно. Как его делать, этот «Буран». Где двигатель маршевый поставить? Как у американцев на самом планере, который потом будет спускаться на Землю, либо сделать их принадлежность ракет. Вот долго спорили, в конце концов, Глушко сказал свое слово. Мы делаем все-таки ракету. И на этой ракете будет летать «Буран». Когда делали систему, использовали все только, что можно было. Все, что в печати появлялось, все изучалось. Не знаю, были ли какие-то секретные материалы, добытые разведкой, это я не знаю. Но что публиковалось, все использовалось. И все, что можно было, копировали. Но при том, что корабль получился очень похож внешне, в принципе, он не такой. Там много спорят, что содрали саму форму шаттла. Возможно, есть в этом какая-то. Но соль заключается в том, что такой диапазон характеристик радионамических преодолеть от скорости 300 до 21 тысячи километров в час. Надо, естественно, соблюсти очень многие параметры. И поэтому сама по себе форма, она в любом случае получилась бы, даже если бы мы первые делали, где-то такая же. Трения между ведомствами начались уже на стадии проектирования. Министр авиационной промышленности Петр Дементьев негодовал, что его авиастроителям отвели роль второго плана и не взяли проект, на который потрачено полтора десятилетия. Дементьев, когда к нему обратились, его все-таки вынудили заниматься этим орбитальным кораблем, в отличие от спирали, то, что вы говорите, сказал, так, хорошо, я вам сделаю планер, поставлю вам на Милусской площади, там, где было наше министерство общего машиностроения. Итак, целиком от системы спираль при создании бурана отказались. Но вот отдельные ее элементы, тем не менее, оказались очень востребованными. Теперь решили ее использовать как бы для бурана. Обклеили ее той же теплозащитой, которая предполагалась на буране. Это плитки такие, кварцевые, из кварцевого волокна, довольно толстые, размером с обычную кафельную плитку, но толстые. Вот, и специально спроектировали эту модель, то есть приспособили для испытания этой теплозащиты. Я понимаю, что тайной мыслью наших конструкторов была, что все-таки проект спираль продвинуть, потому что всегда он нравился больше, чем буран. Для изучения теплозащиты советского челнока в космос было совершено несколько полетов и сегодня мало кому известного корабля «Бор». Название не имеет никакого отношения к лесному массиву. «Бор» — сокращение от беспилотной орбитальной ракеты-план. Это был небольшой космический самолетик длиной 3 метра и весом чуть больше тонны. Чтобы при посадке не повредить испытываемые образцы теплозащиты, было принято решение сажать «Бор» на воду. Из соображений секретности было ясно, что сажать аппарат нужно во внутренний водоем. По траектории полета это были либо Черное море, либо озеро Балхаш. Но опыта спуска крылатых кораблей с орбиты не было. Существовал риск промахнуться. Поэтому, выдержав целое сражение со спецслужбами, решили сажать первые ракеты-планы в международных водах. Было выполнено 4 запуска на орбиту. Полный круг по орбите самолет делал. В первых двух запусках он садился в районе Австралии, в Тихом океане. Ну, как в районе Австралии? Километр 800 от Австралии. Но все-таки в том океане. Вот, там спуск вначале был по самолетному, а потом уже перед самой, уже на малой высоте, он входил в штопор специально, чтобы погасить скорость, и выпускался парашют. И в воду он выпускался уже на парашюте. На поиск и охрану боров в океан вышли 7 советских кораблей. Их появление насторожило австралийские военно-морские силы. В воздухе постоянно баражировали патрульные самолеты палубной авиации. Первый бор промахнулся с приводнением на 200 километров. На его радиомаяк тут же направились и наши, и австралийцы. Наши успели первым и отключили систему самоликвидации бора. Он был настоящей плавучей миной. Коснись его посторонней, быть беде. Степень секретности была такой, что на советских кораблях были задраены все иллюминаторы, чтобы ни один матрос не увидел происходящего. Когда стало понятно, что система управления ракетоплана работает устойчиво, зону приводнения из океанских просторов перенесли в Черное море. При пуске в Черное море один утонул, его не смогли найти. Значит, три было найдено из четырех запущенных, а один не смогли найти. Но эти полеты показали, во-первых, что система спираль может летать, что самолет такого типа, не такого типа, а точно такой формы, нормально. Он причем летал на автоматике, без всякого участия человека, по программе. Что по аэродинамике его правильное, все как рассчитывали, как и должно быть. И второе, он, значит, подтвердил, что теплозащита, которая для «Бурана» готовилась, что она работоспособна и может выдержать большие высокие температуры. Но от «Боров» отказались не сразу. Их хотели использовать в качестве планирующих ядерных бомб. Один «Буран» мог нести 15 таких самолетиков и превращать в пустыню полосу длиной 3000 километров. Были и другие не менее фантастические проекты. И поэтому сделал электромагнитную пушку, которая скручивала снаряд до 900 метров в секунду и вылетала из ствола, вычлененная там боеголовка. Боеголовки какие были? Это лобзики, ну, типа детские пилы, лобзики. Вот. Оно компактно уложено, и в момент подрыва происходит резкое расширение до диаметра до 500 метров. И вот десятки тысяч вот таких пилочек, когда разбрасываешь по космосу, они разрезают все, что в пути стоит. Или космические аппараты натыкаются на него. «Буран» был сделан по заданию Министерства обороны и полностью ориентирован на решение военных задач. Он мог снимать с орбиты спутники вероятного противника, уничтожать баллистические ракеты и атаковать цели не только в космосе, но и на Земле. Мирных задач перед «Бураном» не ставили, в отличие от ракеты «Энергия», которая могла бы водить на орбиту как боевой «Буран», так и народно-хозяйственные грузы. И задел был у нас по энергиям порядка восьми машин. То есть, если бы такое было желание, целевая задача начать освоение Марса, то можно было бы собрать с этими восьмью задельными ракетами, с тремя стартами собрать марсианский корабль в тысячу тонн, тысячу тонн на орбите, в течение года, в течение года, ну, полутора. И мы могли бы лететь с этим кораблем на Марс. Однако мы, значит, загубили энергию и ее перспективу. Сегодня живем на том старье, которое и есть у нас. Ну, летает оно, хорошо решает задачи. Но дальше-то мы не можем выше этой планки прыгнуть. Первый старт энергии запланировали на середину мая 1987 года, как раз к приезду на Байконур Михаила Горбачева. Буран еще не был готов, но генеральный секретарь категорически отказался присутствовать на запуске вполне мирной ракеты, чтобы его не упрекнули в отказе от обещаний, данных Рональду Рейгану в Рикьявике. Он сказал, да, мы поедем в Москву, а вы тут пускайте. Работайте. Ну, вот мы и работали. Запустили 15 мая 1987 года энергию. А когда ему докладывали про Буран, который уже нес целевую задачу как боевое космическое средство, то вот он тогда и сказал, что энергию-то мы вам разрешим запустить, а вот Буран едва ли. Работа над Бураном продолжалась почти в явочном порядке. В любой момент из Москвы могла поступить команда «Отбой». Прежде чем первый Буран отправился в космос, его точная копия, снабженная четырьмя турбореактивными двигателями, совершила полеты в атмосфере в районе подмосковного города Раменское. Из десяти летчиков-испытателей был сформирован отряд космонавтов-пилотов Бурана. О том, что такой отряд существует, знали очень немногие. Командиром был назначен Игорь Волк. Но прежде чем он сел за штурвал орбитального самолета, ему предоставили возможность слетать в космос на обычном одноразовом корабле «Союз» вместе со Светланой Савицкой и Владимиром Дженебековым. Это был обычный полет обычного экипажа. И многих мучил вопрос, а что же делал в невесомости летчик-испытатель высочайшего класса? Это уже потом выяснилось, что главной задачей Игоря Волка была не сама 12-суточная экспедиция на орбиту, а работа на Земле после возвращения из космоса. Волка как-то очень быстро отделили от Савицкой и Дженебекова. Посадили вертолет, который тотчас же взлетел. Мы его встречали после полета в космос в Ахтубинске на аэродроме, куда он прилетел после посадки в степи, там, в Казахстане. И вот тут же должен был сделать полет на МиГ-25. Мы хотели оценить, у некоторых были сомнения, я, правда, никогда их не разделял, что летчик после метального полета не будет способен управлять самолетом. Настолько будет как-то или напряжен, или не знаю, что они имели в виду, что он не сможет управлять самолетом. Вот для этого проводилась такая проверка. Ну, когда приступили к тому, что мне нужно лететь, оказалось, нет ни штанов, ни ботинок. Вот, я им сказал, что что хотите, делайте, но без штанов я в самолет не сяду. Ну, в общем, нашли из, там, из НАЗа какие-то шаровары, понимаешь, да, а ботинок, естественно, в космосе не предусмотрены. И пришлось мне уже вертолет садиться босиком. И туда прилетел я на вертолете в Джасказган, там уже Ту-154, уже запущенный даже был, потому что мы опаздывали. И я полетел в Ахтубинск. Мы встретили Волка, он на транспортном самолете прилетел, в нем он тоже пилотировал, показал, что он может. Прилетел в Ахтубинск и потом летал на МиГ-25. Причем получилось так, что некоторая задержка была в его прилете, и пришлось полет выполнять ночью. Взлет еще был более-менее светлое время, а посадки уже ночью. Там уже потом переодели меня в скафандр, там, естественно, ботинки были положены. И повторил то же самое, но уже ночью на МиГ-25. Это, конечно, было... Ефимов тогда был главком. Для него это было, поскольку ночью мы никогда не тренировались, и не было предусмотрено это программой. Ну, получил я зато от его личный поцелуй, очень крепкий, со словами «Спасибо, сынок, что выручил». До старта «Бурана» оставалось несколько лет. Перед создателями корабля и ракеты «Энергия» встал вопрос транспортировки гигантских конструкций на Байконур. Самый логичный путь по воздуху. Обратились в конструкторское бюро Олега Антонова. Именно там делались самые грузоподъемные самолеты в мире. Заказ он принял. Этот самолет теперь называется «Руслан». Но он был предназначен для того, чтобы возить и баки, и буран. Но Петр Алексеевич Дементьев рассудил по-своему. Он Антонова как следует, мягко выражаясь, отругал. И заставил Антонова на 6 метров фюзеляж этого «Руслана» укоротить, чтобы возить только буран. И не возить наши баки. Вот такая вот была у нас взаимная любовь между двумя министерствами. Стали прорабатывать другие варианты. Выход предложил авиаконструктор Владимир Месищев. Его сверхдальний бомбардировщик М-3 «Бизон» по советско-американскому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений должен быть уничтожен. Но как транспортное средство его можно было сохранить. Министр авиационной промышленности Петр Дементьев нехотя, но согласился. Когда самолет М-3 на горбу нес эту бочку, и он ушел на посадку, а двигалось вот такое черное-черное, я даже боюсь, это не туча, это что-то страшнее было. И выныривает эта вот бочка, практически не видно вот этих крылышек вокруг него самолета, и она идет на посадку. Первым рейсом на Байконур отправили топливный бак для ракеты «Энергия». Между собой конструкторы его называли «бочкой». Посадка с таким негабаритным грузом опасна сама по себе. Неожиданно налетевший на космодром снежный шквал сделал ее смертельно опасной. И вот мы смотрим, и думаем, успеют туда не сесть, вот успеют или нет. И летчики посадили самолет. И мы подбежали, начали их поздравлять. Вот я увидел выходящего из летчиков, да, и вот они все мокрые вышли. То есть вот эта посадка, я не знаю, сколько лет жизни нам их унесла, но они вот просто изможденные вышли. Они понимали, что если они сейчас... Либо они гибнут, либо они должны посадить эту машину. Вот они сумели посадить. Буквально через 4-5 минут был такой ураган, такой снег пошел, что он накрыл всю полосу примерно где-то сантиметров 30. Это вообще необыкновенно для Байконура, чтобы был такой снег. К лету 1988 года основные работы по созданию системы «Буран» были завершены. Совет главных конструкторов принял решение о запуске космолета к 71-й годовщине Октябрьской революции, 29 октября. Старт был назначен на раннее утро. Сделано это было для того, чтобы у «Бурана» был запас светлого времени для приземления. В четверть седьмого по московскому времени была объявлена 10-минутная готовность. Однако меньше, чем за минуту до включения двигателей, автоматическая система запуска выдала команду «Стоп!». Все шло нормально, нормально, 51 секунда, отбой, пуск не стоит. Ракета заправлена водородом. И в этой ситуации временного размышления не было, но благо мы были готовы к этому отрабатывать. Такие операции, возвращение изделия в исходное состояние. Мы определили, что дальнейшее промедление опасно. Уже, кстати, подушка становится меньше. И может произойти поступление из бака жидкого водорода в дренажную магистраль, что грозило, кстати, естественным взрывом. Мы же как раз в стартовой команде были. И наблюдали. То есть появилась дымка внизу под изделием. Потом раз, и все прекратилось. Ну и нас сразу приехали на старт. Смотрим, сосулька стоит. Она же вся обледенелая была. Ну и начали, пошли сливать кислород. Слить обратно в резервуары предстояло 100 тонн жидкого водорода и около 600 тонн жидкого кислорода. Пока ракета заправлена, все перемещения по площадке запрещены. Запертые в бункерах высокие чины уже начали поиск виновных. Светцов Аполлон Сергеевич был такой членом государственной комиссии, министр авиационной промышленности. Доложил в Центральный комитет, что мы действовали неправильно, что мы сорвали пуск. Аварийная комиссия создается, во главе и ваша покорная слуга. И вот все, мы вам даем срок 10 суток. Значит, второй суток вы давайте изучаете, а потом, значит, дадите нам рекомендации, что нужно дальше делать. Слив топлива неожиданно затянулся. Что-то мешало жидкому кислороду уходить из ракеты в подземные хранилища. При новой заправке это что-то могло попасть в баки энергии, и тогда последствия могли быть катастрофическими. Необходимо было проверить фильтры в трубопроводе. По технологии необходимо разобрать ракету, отвезти все блоки в монтажно-испытательный корпус и заниматься этим несколько месяцев. Следующий пуск мог состояться, в лучшем случае, через полгода. Нашел слесаря Швыркова Александра Сергеевича, который по своим габаритам, опыт и умения, смог при нахождении изделия на старте расстыковать заправочную магистраль кислородную диаметром 200 мм, вытащить оттуда фильтр, на котором мы обнаружили 2 мг ворса от батиста. Трудно, конечно, что сделаешь. Вниз головой все-таки несколько часов находиться в таком положении. Да и притом холодно еще. Ветер дует. Даже на старте, если в зале там другое дело. Мы этот батист, естественно, убрали. Фильтр он снова поставил. Вообще, я до сего времени не представляю, как в таком объеме можно что-либо сделать, потому что когда я пытался хотя бы просунуть туда руку, до фильтра, или как-то втиснуть туда, но у меня габариты побольше, я вообще не думал, что там может человек что-то сделать. Я как раз подстыковывал разъемное соединение. Один представитель СКБ заглянул, что я делаю, и у него шапку сдуло, андаторую, и она улетела туда вниз, в шахту. И вот так смотришь на шапку, а там похоже, что одна копейка лежит. Я считаю, что Швырков, он спас этот пуск. Этот пуск мы снова собрали все, прессовали, сделали. И сумели, я считаю, очень в короткий срок, это с 29-го до 15-го, по сути дела, до 12-го ноября, снова подготовить ракету к пуску. Причина отмены старта оказалась на удивление простой. Уплотнительная резинка между ракетой и платформой от разности температур на Байконуре просто прикипела к поверхности. Я думаю, что если бы мы сорвались с пуском, сорвались, ну, по-серьезному, ну, взорвались бы, там, допустим, вообще серьезная неисправность, которая бы отбросила нас на несколько месяцев назад, перенесли сроки пуска, то я думаю, что это бы дело так потихонечку было спущено на тормозах. Но даже успешный полет Бурана уже ничего не решал. Министерство обороны стало терять к нему интерес задолго до старта. Анализ возможностей советского челнока показывал, что использование его в военных целях неэффективно. Политикам такая позиция была на руку. Они искренне полагали, что потепление в отношениях с Америкой будет продолжаться вечно. Но создатели многоразовой космической системы старались ничего не замечать и продолжали упорно готовиться к старту. Этого дня они ждали 12 лет. Сначала не верили, что сработает ракета. Потом ракета льнула, как выдохнули. Потом опять все набрали воздух и ждем, когда же Буран седет. Генеральный конструктор Валентин Глушко наблюдал за всеми событиями на Байконуре по телевизору, лежа в больничной палате. Незадолго до этого он перенес инсульт. Жить ему оставалось меньше двух месяцев. В своем завещании академик написал, что просит его кремировать, прах разделить на три части. Одну захоронить в Кремлевской стене, вторую развеять над морем в Одессе, а третью отправить на Луну. Но политбюро ЦК КПСС решило иначе. Валентина Петровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Когда мы хоронили Валентина Петровича Глушко и рядом стал директор завода из Химы, где он практически все время работал, Богдановский, он говорит, ой, что же я теперь буду делать? Ведь он же завещанник, не такое было. А что ему Борис Александрович Кубанов говорит? Ну, он же умер, что же теперь сделаешь? А что Богдановский ему сказал? Он меня и оттуда достанет. Совершив два витка вокруг планеты, крылатый корабль пошел на спуск. Телеметрическая информация поступала устойчиво и подтверждала, что спуск идет без отклонений. Но на всякий случай вокруг города Ленинска были развернуты зенитные установки. Если Буран потеряет ориентацию и пойдет на жилые кварталы, его необходимо уничтожить. Именно такое развитие событий предполагали два героя Советского Союза. Космонавт Алексей Леонов и летчик-испытатель Игорь Волк. О своих сомнениях они написали письмо Горбачеву, требуя, чтобы уже в первом полете Буран пилотировали люди, а не бездушные автоматы. Но добились лишь одного. Первый полет Бурана вместо трех запланированных суток продолжался всего три часа. Мы создавали военную систему, которая должна была действовать вне зависимости от желания, возможностей воли человека и вообще наличия человека на борту. То есть с военной точки зрения автомат, безусловно, более эффективная система. Никто из пилотов Бурана так и не вывел крылатый корабль в космос. Когда программу закрыли, молодые крепкие летчики стали уходить из жизни. Первым погиб Олег Аноненко на Як-38. Во время этой вертикалки, называется самолет, который вертикально залетается с палубы авианосца в Минск. В то время они в Южно-Корейском море проводили испытания. Первый раз он катапультировался, а второй раз не успел и утонул там вместе с самолетом. Позже погиб Римас, замкомандир отряда, во время пилотажа в Италии на самолете Су-27. В это же время практически через месяц погиб Саша Щукин, в армии испытаний самолета Су-29. Практически в течение полугода как-то прямо угас и умер после возвращения из космоса Толя Левченко. Потом умер Юрий Шефер, герой России. Он много летал, много делал после полета прямо в рабочем кабинете. Юра Приходько. Вот пять человек, которые ушли. Магомед Толбоев вывел в стратосферу свой МиГ-25 за 40 минут до посадки Бурана. Ему предстояло на практике отработать боевой маневр и зайти в хвост крылатому космическому кораблю, который летел к Земле со скоростью 6 тысяч километров в час. Великолепно получилось. Мы его не упустили и до конца смотрели. И первым делом я доложил, что корпус корабля не поврежден, рабочая поверхность работает, то есть рули, автомат работает, и видно, как они хлопаются, закрываются, выпускаются. И корабль делает маневры. Уже видно было, что вся система работает очень устойчиво. Буран выскочил из низкой облачности неожиданно для встречающих. И вначале пошел не вдоль, а поперек полосы. Говорят, у многих в этот момент было прединфарктное состояние. Женщина там была, кричит, и голос перехвата сейчас стоит, уходит, уходит. Он с полосы, это ужас. Шел, шел и уходит. Он совершил маневр на правой цилиндре гашения, развернулся, погасил скорость до посадочной и произвел посадку. И здесь началось необразивание. Сначала была в зале управления какая-то гробовая тишина. Потом, значит, вот люди, которые сидели у этих пультов, начали друг от друга отворачиваться. Они начали плакать, у них были слезы, слезы вот этого напряжения, этого пуска. Отклонение от осевой линии было всего полметра. У летчиков-асов это считается очень хорошим показателем. А здесь автоматика невероятна. Он садился-то хитро, поскольку было отклонение 5 градусов, то он шел по ветру. Он сначала сел на правое колесо, потом подровнял носик, сел на левое колесо шасси и вышел на осевую линию. Он как пилотируемый корабль сработал. Столько было заложено у него интеллекта человеческого, что он вел себя как человек. Однако триумфальный полет Бурана так и остался единственным. Спустя всего несколько дней стало ясно. Успех равнозначен поражению. На вернувшемся из космоса Буране даже не проводили детальных исследований, возникших в полете дефектов. Программу сворачивали. Страна распадалась, денег не было. В последний раз челнок поднялся в небо на спине тяжелого самолета Мрия, чтобы показаться на парижском авиашоу 1991 года. Я могу только одно сказать. Наверное, программа была бы и жива, если, во-первых, не было политических событий в стране. А Россия Буран не потянет. При всем, что мы сейчас имеем, на сегодня, если рассматривать уровень нашей промышленности, мы Буран не сможем повторить. Мы Буран сегодня повторить не сможем. Может, еще пройдет там лет 20-15, когда, так сказать, наша новая экономика рыночной заработает. Надо сказать честно, Россия была Великой Космической Державой. Россия сегодня не есть Великой Космической Державой. И Россия в ближайшие 50-летия, а может быть и навсегда, не будет Великой Космической Державой. Буран погубила узкая ориентация на военные нужды. А ракета «Энергия» настолько обогнала свое время, что и сегодня никто не знает, какие грузы на ней возить в космос. 12 мая 2002 года на Буран рухнула многотонная крыша монтажно-испытательного корпуса, окончательно похоронив под своими обломками титанический труд ученых, конструкторов и рабочих. Буран погиб не в полете как герой, а как бомж под развалинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова